Мы раскачаем Субтитры сделал DimaTorzok Я вижу, ты немного прочитал Давай прокляемся Давай ты, короче, зайдешь Ну подожди, подожди Ну так я должна зайти Ну да, да, так ты и пойдешь привет привет ну что а ты к нам что ну да к вам а ты что не рад что ли не правда правда серьезно да серьезно вы чё гоните почему не гоню кстати леггинсы ничего чё там тебя много вещей пойдем традиция повторяется поверьте образился по комнате сегодня будет страстная ночь я не знаю конечно какая у тебя будет не выходи так быстро где мой новый год а ты меня что ли выгура да нет почему прикалываюсь серьезно ты разбиваешь нашу пару ну я и думаю что я разбиваю серьезно серьезно просто многие заходят наш как уже после того как они это сделали я тебя разбиваю твое пару да не зачем смысле шутки в сторону что серьезно серьезно а что на глазах мало серьезности я не знаю я почему-то улыбаюсь я заинтригован а почему ты решила выбрать именно меня не ну потому что с тобой не так то в общем-то много общалась как раз недельку поживем а как же елисей ну елисей не пропадет я думаю не все же будет просто дико желать тебе твоей ласки ты пытаешься не верю отлично а я стою украшу губы я думаю так когда же уже произойдет это все нормально а не меня все это время это уделяла больше жаклин да нормально ну что короче да вот кстати вот так вообще ну что у тебя есть ты есть белила твои царю губы что мы плить у него у тебя есть бледный тональник Он на вампиров больше похож. Вот скажи, что у него прическа не такая. А что? Вот так, да. За 7 поедем? Нормально? Это уже какая-то традиция. Да, реально традиция. Почему, кстати, Эбел, ты заметила, что, серьезно, уже здесь такая традиция, что я стою такая и думаю, так, сейчас все прекратится, я потом выйду и поговорю. Такая 3, 4, 2, 1. И Эбел такой. И честно, я поверил. Я нет. Когда ты сказала эту фразу, ну что, ты знаешь, мы с тобой очень мало общались. А вы не разыграли Джексона и Амину? Нет. Правильно, они не поймут. Ну да, поэтому я и думаю, ладно, ты вообще, я сам настоящий год признаюсь. Ладно, пойдем, короче, собираться, чтобы признаюсь. Пойдем, сладкая дынька. Тебе вот не обидно, что ты на голосовании поддержала Елисея, а он поступил как трус, как предатель. Обидно? А что делать? Эти разные? Ты знаешь, просто мужчин пугают такие женщины, как ты. Я тебе объясню, почему? Тебя не знаешь, что ожидать. Пипец. А я думаю, что меня в институте все ненавидели? Ну, из девчонок. Ну, нет, я как-то всегда, я в среди парней, потому что, не знаю, мне легче, проще. Я взяла такую сторону, я из-за того, я заступила с тебя, даже не знаю ситуацию, если ты слышала, да? Я сказала, ребят, не надо трогать, пропустите ее, это некрасиво. Почему коллектив сейчас не то, что против тебя, они недопонимают тебя. Ты пришла и заявила, что ты веселая девчонка, радуешься жизни, неси добро, и такая вся веселая. И всех вчера удивила, почему ты вчера не прыгнула в бассейн. В шутку. Потому что в такой ситуации я не могу прыгнуть в бассейн. Как? Это нормально? Ко мне в спальню вламываются люди, стоят над душой, травят меня, в буквальном смысле. Это было просто травление. Трое мужчин начали на меня идти, я уже стояла в позе, и готова была дать любому, кто ко мне подойдет. Это же каникулы Мексики, вы щекнутые люди. Амина, я тебя люблю. Ты что гонишь? Не знаю, я пьяная. Ну, что ты утрезанная, у меня тут пьяная на языке. Я ничего плохого в этом не знаю. Так ты можешь добивать савельчика нашего. Да, она лучше. Ну, ты думаешь, у тебя получится просто, а вдруг у тебя не будет иммунитета? А я думаю, у меня получится. Нахуй мне алкоголичка? Ты своим базаром сиди на тебя, посмотри, понял. Жень, детский сад не устраивай, а? Ты мне поможешь? Господи, помоги мне. Скажи мне, тебе можно доверять? Мне доверять можно. Это однозначно, я ни с кем с девочек не дружу. А то, что ты мне говорила, доверять никому нельзя. Мне насчет ТВЛ можно. Я бы хотела, чтобы они с Пареной разошлись. То есть тебе не нравится Пареной? Я ее уважаю за одно, что она изменилась здесь. Она приехала вообще, ну, просто, ну, лопух лопухом. А сейчас уже раскрылась и более или менее влилась в коллектив, и я ее за это уважаю. Здесь на проекте в жизни она большой опыт получила, что здесь она там будет личностью. Чем она вам нравится? Она поддается ему. У нас жили настоящая пара, потому что нам всех, мы ревнуем друг друга, и никогда не делаем того, чтобы не нравилось друг другу. А ей все равно. Там он предлагает тебе, ой, не себя, а девочка новая там секс втроем. Ну, в шутку, да? Она как-то пошлит, как-то ведет себя вульгарно чересчур, там, или еще как-то шутит. И ей это не нравится, но она это все спускает на нее, потому что она здесь держится за шоу. Даже тогда он обнимается с тобой, там что-то не целуется в клубе. Прям при ней. Ну, вот такая любовь, понимаешь? Если просто хотя бы какой-то взгляд неправильный был в сторону Жени, я бы разорвала она. И Женя бы не сказала, руки брала. Весь человек позволяет? Он позволяет. Он позволяет. Ты говоришь о какой-то свадьбе, блядь, ты бухаешь каждый день, на хуй мне алкоголичка? Ты своим базаром сиди на тебя, посмотри, понял? Я мужчина, Амин. На меня алкоголь здесь... Я, мужик, я угрю, балл, это вонючь. На меня алкоголь здесь в три раза слабее, чем на тебя. Да что ты в последнее время нажираешься ты, а не я, если что? Вчера, позавчера. Кто? Все. Иди гуляй, я посплю. М? Что ты говоришь? Иди гуляй, я спать рожусь. Так спите, я никто не запущает спать. Ну и все. Ну ты неужели сама не понимаешь, каково мне вот, да? Ну посиди, поговорим. Каково тебе, мы каждый день говорим, что я себя веду плохо, я веду себя неадекватно, я с кем-то общаюсь как-то не так, я с кому-то агрессию сегодня кидаю, я даже ни с кем и не ругаюсь, ничего. Ничего плохого я не сделала, я живу сейчас с тобой. Я увидел, что ты пьяный, я тебе сказал, что ты пьяный, и ты на это выкинула вот этот вакедон, все, я пошла, я говорю, подожди, ты вот так вот мою руку откинула. Нет, я сидела и ждала, я отсела, а ты вот так, как ты говоришь, ты что, счастливая там, или что сегодня наверху было, нет, сегодня наверху до этого всего. Тебе не понравилось, что я улыбнулась, просто что-то ребята рассказывали. А ты сидишь, когда у меня грустное настроение, вот такой веселый, я тебе ничего не говорю, Жень. Я ушел в покой, Лёва. Потому что я рада, потому что ты веселый, я рада. Давай не переводи на меня, ты что сейчас начинаешь, а? Я не начала, я заканчиваю сном сейчас. Слушай, Амин, я вижу вот, знаешь что? Что? Что есть недопонимание между нами. Угу. Конкретное причем. Ты не делаешь того, что я хочу, а во мне ты видишь то, что ты вообще далеко не хочешь. Понятно. Ты говоришь мне о каких-то вещах, а ты не можешь даже соблюдать эти мелочи. Я тебя прошу, я тебя попросил два дня назад, Амин, если ты еще раз будешь пить, я не буду с тобой вообще общаться. А ты пьешь уже два дня эти все полностью, от утра и до вечера. Ты не можешь даже отказаться от этого, как Мичелады. Если мне нравится. А что мне, если нравится? Я что, пьянее от нее. Какая разница, какая разница? Я попросил тебя. Я так отказываюсь от всего вообще. Я тебя попросил. Ноль реакция. Ты не можешь даже дня не выпить. Ни дня не можешь не выпить. Ты женщина. Моей маме будет стыдно реально за тебя. Реально. Ты самой-то как вообще от этого? А? Потому что я тебе каждый вечер говорю, Амина, не бухай. Слушай, я ничего плохого не сделала. Ты набухиваешься. Ты набухиваешься. Ты что, дурак, нет? Да, я дурак. Ты что, скажи мне, ты идиот? Что такие вещи мне говорят, что я напухиваюсь? Амина, ты не думаешь, что для девочки это непозволительно, когда ей парень говорит, что хорош бухать? А непозволительно тебе так со мной разговаривать. Понятно? Так много что сделала. Ничего сверхъестественного ты не сделала, поверь. Ничего сверхъестественного ты не сделала. Ты просто стала человеком. То, что я из себя делаю более-менее похожего на человека личность, ты должна быть благодарна, а не кидаться. Я тебе благодарна. Ну, будь ты благодарна тогда. Каждый день, мил***ь, выстраиваешь кардобалет. Я вообще не начинаю ничего. Я это начинаю. Я тебе сказал просто, что ты пьяная. Я трезвая. Да вот, конечно, ты трезвая. Если бы ты была отрезвая, ты бы себя так не вела. Сказала, да, Жень, я чуть-чуть выпил, и все, я больше не пью. Нет, вот эти руки начинаются, убери руки. Я ничего не смогу, я села назад. Амин. Потом, надоелся, ведь одно, я там, не знаю, удали. Поэтому я встала и ушла. Угу. Да. Что ты вот сейчас мне устраиваешь? Тебе вот еще налей пол-литра, ты бы выпила их, нибудь меня. Пол-ночь. Чего вот людьми живется-то спокойно, а? Мне очень интересно, что же ей сказала Анина. Очень интересно. Как ты думаешь, Вау? А? Ты еще не вышел из образа? Ты сломала пульт от нашего кондиционера. 30 тысяч рублей и адвокат. 36. Синяйся. А если мне может помочь? Не хочешь, чтобы он это сделать? А ты не хочешь мне помочь? Почему я? А почему бы не ты? Давай тяну дефанта. Итак. Итак, если ты угадаешь, то я не угадаю это сделать. Если ты не угадаешь, я не буду делать. А я не играю в эту игру. Да, только за это зеркало. Ага, хорошо. Вэл. Окей. Ой, мне прям не смешно. Эти все игры, и мы уже, по-моему, все давно решили. Окей, смотри, смотри. Родной Вэл, ты меня поможешь или нет? Да, господи, я помогу. Ну все. Мужик сказал, мужик сделал. Полечка, родная. Иди, можно я помогу? Нет. Жена сказала нет, значит нет. Что мне делать? А что ж ты? Не мужик, что ли? Нет, я могу помочь. Мужское слово помогает. Мама, это все решает. Нет, я помогу. Ну реально, что есть такое? Нет. А где твои вещи находятся? Сколько тебе вещей? У тебя есть велисей, с которым ты жила. Пожалуйста, иди про все его. Что ты представишь его? Не велисей, а потом остык ты. Господи, Жень, твои уловки уже реально, прям вот уже смешны. А что надо это будет? Я хочу деньги. Поцелуй в руку? Мне нужен кэш. Жень, детский сад не устраивай, а? Ты меня поможешь? Господи. Помоги мне. Ну хорошо. Жень, поцелуй его. Потому что я мокрый. Я предлагаю, знаешь, что делать? Ты мне просто поможешь. Ты мне сказал. Хорошо, я тебе просто помогу. Ты мне просто поможешь? Я тебе просто подружески помогу. Подружески? Хорошо, ты хочешь, что я тебе помогу. А как ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ты можешь остаться и спать сегодня в твоем? Нет. Почему? Жень, оставайся на скушеку свободно. Что я тебя спасла? Я просто... Пойдем со мной. Куда? Пойдем со мной поговорим хотя бы. Хорошо, хотя бы поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я донесу вещи. Нет. Я донесу. Вэл. Он мне можете. Я просто помогу донести вещи. Вэл. Иди. Пойди сюда. Подожди сюда, Вэл. Он мне просто поможет. Я договорюсь. Вэл. Пойдем. Секунду. Я получу. Подожди, подожди. Сейчас. Секундочку, секундочку. Я донесу вещи. Слушай, ну слушай, ну зачем так говорить? Пойдем. Пойдем. Вот через секунду я буду. Пойдем. Я иду с тобой, сейчас секунду. Женечка, прощай, моя дорогая. Слушай, я просто... Тебе сейчас, правда, хоп-хоп. Господи, что вы как когда звери гонят? Это же всего лишь вещи. Вэл. Что? Я тебе говорю. Вэл, я сказала нет. Я твоя девушка. Я тебе сказала нет. Ты можешь уважать мнение своей девушки? Хоть раз в жизни. Почему раз? Нет, вот сейчас ты подействуешь так, как я тебя прошу. Пожалуйста, не надо это делать. Я тебя прошу, пожалуйста, не надо это делать. Тебе дороже просьбы этой девушки или моей? Возьми. Делай все, что хочешь. Елисей! Стой! Женя, все-таки у тебя классная задница. Спасибо. Не за что, это факт. Слышь, ты, блядь, мрак! Мой чемодан можно было и поаккуратнее нести. Тебе не надо. Не надо. Сын, ты мужик, все. П*****, п*****. П*****, что я, п*****, тебя спасла! Я, п*****, не п*****. П*****. П*****, я тебя очень плачу. Можешь чемодан сюда поднять? Я просто его не плачу. Он внизу стоит. Окей. Давай вещи. Это твои вещи, да? Да, это все мое. Я, п*****, что? Я, п*****, что я? Вэл! Я, пожалуйста, прошу, п*****. Я, п*****, что мы поговорили. Вэл! Вэл! Ты какая-то, п*****. У меня сейчас Женя еб**ла вешалкой. Серьезно? На отмаз просто. Ты со мной? В плане. Пойдем со мной. Куда? Пойдем со мной поговорим хотя бы. Хорошо, хотя бы поговорим. П*****, это нахуй, понятно? Ты че? Стоп, стоп, стоп. Можешь, это ты? Это ты, п*****, му**ла. Поп, 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 поп. Ребят, давай тебе все... Я тебя, п*****, на голосование спасла, п*****. Тихо, тихо, тихо. Блин, блин, блин. Вы Елисей. Закрой, пожалуйста, глаза. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, просто закрой глаза. Пожалуйста, ребята. Да и исправляем. Тихо, я сейчас надену халат, пожалуйста. Она сейчас зашла, мне б***** с ноги. Серьезно, ударила ногой по лицу. Лицо. Чувак, ну б*****, ты б*****. Она ударила тебя? Понимаете, ребят, просто серьезно, я тебе вам говорю, эта девочка, она неадеквата. Она пытается пить Вэлла, с учетом того, что я с ней... Реально, мы уже с человеком вместе, у нас с ней... Реально чувство. Польничка, ты тоже пьяная, да? Я не пьяная, я клянусь, я не пьяная. Я клянусь, я не пьяная. Ну ты, ахрен, а ты петь. Полин, какие там шансы? Ты чего же, славься. Мне не нравится, я лечу, я никогда с ним не буду. Это мы очень против, есть мужчина, который вообще может быть. Ну он вообще просто, я не знаю, он... Он грязный, он реально грязный. Мне с ним противно, никакая женщина, уважающая себя, не будет с ним, не будет. Это кмедет, отвратительно, он просто амарая. Я с тобой согласен, я вам буду говорить. Он веселый, да, он классный для проекта. Для людей таких вообще полном, мое общество полном. Но они не аморальны, они искренне. Я все-таки им хорошо отнесся, они будут все нормально. Жди, тебе реально вот здесь все... Поплыло. Я с тобой согласен полностью. Жди. Все нормально. Ну-ка, кинь мне вон тот черный. Вон черный там есть. Эй. Это... Полина, кинь мне, пожалуйста, вон тот черный парик. И давай еще блондинку кинуем. О, да! Я думаю, что надо ходить теперь просто в париках. Мне кажется, в знак протеста... Протеста против... Я вот у *** и вот эту *** прям по чтам. Что она меня завтра в ***. Да не пятер в этой щей. В знак... Мне кажется, в знак протеста Полины... Ой, Полины, Женя, надо завтра вот так прийти на завтрак. А что ты к нему видишь, Полину? Да? Потому что она с тобой. Она с такой удивительной девушкой вообще. Ну, она с тобой. А почему она мне ее видит? Ну, она глупенькая, господи. Я ее даже не называю Полиной. Я ее называю... Полиночкой. Потому что она реально Полиночка. Я ее просто по-другому назвать не могу. Ну, она... Да, она умненькая. Там она много всего читает. Она много всего знает, понимаешь? Она такая вся девочка. Ну... Мы разные. Да. Категорически разные. Ну, мы с ней чем-то похожи все равно. Я очень понимаю себя. Просто великолепно понимаю. Я тебе скажу, не важно, что происходит. Как себя будет происходить. Я в любом случае... Хочу сказать, что ты мне... Нет, послушай. Ты мне очень симпатичный человек. Очень. Мы всякая х***, да? Вот. Из всех девушек, которые здесь есть, да? А, естественно, главное для меня человек это Полина, да? А из всех других девушек, которые здесь есть, это ты. Не Вика, не Жаклимин, там, и кто-то еще, да? Вот, потому что... Тебе просто с ней удобнее. Я еще раз буду повторять и повторять и повторять, пока не устал. Нет, вот ты так просто говоришь. Ну, вот ты так говоришь. Понимаешь? Я с ней живу вместе. Поверь мне. Я тебе знаю. Здесь с ней удобно. Да неудобно. В Москве это бы не стало. Ты бы даже не обратил внимания на нее. Почему? Ты не знаешь, что мы слышим? Маша, я действительно... Ты бы... Нет. Ты бы с ней, может быть, и продолжил общение. Но не в качестве девушки. Так, он чисто встретился, там, я не знаю. Так как ты практически муслишь? Я многих людей вижу насквозь. Мне даже не надо ничего не говорить, ничего. Просто пообщаться надо несколько. Значит, я буду одна, значит, я уйду на голосование. Нет. Послушай. Белла, иди к Полине. Послушай. Белла, иди к Полине. Я поду сейчас, да. Во-первых, ты никуда не уйдешь. Во-вторых... Я унижаться или еще что-то не собираюсь. Да, не надо унижаться. Я не собираюсь. И, знаешь, как бы, мне просто приятно с тобой общаться, потому что ты искренний, ты честный человек. Я бы тебе доверяла. Послушай, вот есть факт. Я бы тебе доверяла, я бы тебя поддерживала. Есть. Но иначе у тебя есть Полина, которая тебя так же, так же тебе доверяет, просто беспрекословно. Нет. И будет поддерживать тебя до скончания месяцев в Мексике. Продолжение следует...